Всем привет, дорогие друзья! С вами Гаяне, и сегодня мы поговорим на тему того, какие маленькие моменты и хитрости могут помочь вам при изучении иностранных языков. Речь идёт не только о французском языке, а обо всех иностранных языках, какие бы вы ни изучали. Ну и, конечно, те вещи, которыми я буду с вами делиться, относятся именно к тому, как я это вижу, к моему личному опыту. Но поскольку, я так думаю, что большинство посмотрит это видео по той причине, что являются зрителями моего канала, я думаю, моё мнение будет вам интересно. Ну а новым зрителям хотелось бы сказать пару слов о себе. Я являюсь автором видеоуроков по изучению французского языка на моём канале в YouTube, вот на этом же канале, на котором вы сейчас смотрите это видео. Так что, если вам интересно, можете глянуть. Так вот, поговорим о тех моментах, которые я считаю важными при изучении иностранного языка и которые могут помочь вам улучшить ваши знания и навыки без особого напряга. Итак, номер один. При изучении иностранного языка, пусть вы даже находитесь на начальном этапе, не бойтесь перевести ваш телефон и ваши социальные сети на язык, который вы изучаете. Да, пусть это прозвучит страшно, но если даже вы находитесь на начальном этапе изучения иностранного языка, эта вещь будет весьма полезна, потому что свой телефон, я уверена, свой смартфон вы узнаете уже отлично. Это та вещь, с которой мы не расстаёмся весь день, и вы уже машинально на многие кнопки кликаете, не обращая внимания, что на них написано. Если вы переведёте и ваш телефон на иностранный язык, вы будете обращать внимание на то, как все эти функции называются на иностранном языке. То есть, слова отправить, получить, писать, сканировать и тому подобное. В общем, с одной стороны кажется, что эта лексика вроде нам особо и не нужна, но с другой стороны, обратите внимание на то, что в последнее время у нас просто бум технологии, мы очень много пользуемся именно вот этой вот лексикой, поэтому она необходима. И переведя ваш телефон и ваши социальные сети на иностранный язык, вы без особого напряга выучите всю эту лексику, все эти слова. Да, речь идёт не только о телефоне, переводите ваш Facebook, ВКонтакте и, конечно же, YouTube, Twitter, всё переводите на иностранный язык, языков в море на этих уже социальных сетях, да, и таким образом учите новую лексику, современную лексику, актуальную, а не ту лексику, которую нам дают в советских учебниках, да. Номер два. Совет может показаться весьма тоже странным, но это действует, по крайней мере, с французским языком, и, как я замечаю, с испанским тоже, я думаю, так, наверное, со всеми языками, смотреть фильмы не на языке оригинала, а в переводе на язык, который вы изучаете. Да, многие всегда говорят, что нужно смотреть фильмы, по фильмам легко выучить, по сериалам легко выучить, с субтитрами, без субтитров, в общем, но я советую смотреть именно в переводе фильмы. Почему? Как-то так получилось, что почему-то на слух намного проще воспринимаются фильмы именно в переводе. Если мы возьмём французское кино, очень многие жалуются на то, что, ну, ничего не понятно, вроде человек учит язык давно и говорит достаточно неплохо, но когда смотрит какие-то сериалы или фильмы, ничего не может разобрать. Дело в том, что в сериалах и фильмах говорят достаточно бегло, и, если вы знаете, как происходят съёмки, в основном съёмки происходят там в пабильоне, либо на улице, и сверху там такой микрофон пушистый, да, и актёры говорят и играют одновременно, поэтому не такая у них чёткая речь и дикция. В отличие от дублированных фильмов, обратите внимание, когда фильмы дублируются, актёры дублируют их в специальных, там, звукозаписывающих студиях, с наушниками, с профессиональными микрофонами, и тогда речь более чёткая, ясная, и она легче воспринимается на слух. Поэтому, как бы это ни прозвучало странно, смотрите, например, американские фильмы и сериалы в переводе на французский, если вы учите французский. То же самое, смотрите, испанские фильмы в переводе на русский, если вы изучаете русский. Так будет намного проще освоить восприятие на слух, да, не будет той паники. Ну вот, например, посмотрите два фрагмента из фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Первый фрагмент был французский фильм, вот, в оригинале, да, второй фрагмент был американский сериал в переводе на французский. Но, поскольку мои зрители изучают именно французский язык, я думаю, что вы как раз-таки прочувствовали разницу. Так что вот ещё один маленький момент, хитрость при изучении иностранного языка, смотреть иностранные фильмы в переводе на язык, который вы изучаете. Номер три. Хитрость в изучении слов. Ну, все мы, как бы, люди ленивые, но понимаем, что слова, лексику новую нужно учить. Но как её учить? Я помню, в школе, я думаю, у всех была такая тетрадочка, словарик, да, в который мы вписывали слово, там, может быть, в лучшем случае, вторая колонка была транскриция, если это английский язык, и третья — перевод на русский. И, если честно, я эти слова никак не могла запомнить, и даже, по-моему, толком их не учила, просто записывала их, повторяла по сто раз и не запоминала. Дело в том, что слова лучше учить в контексте. То есть, если, например, у вас слово, которое вы не знаете, «подниматься», учите его подниматься по лестнице. Либо «вчера я поднялась на третий этаж» и так далее. Не учите слово «подниматься» в его инфинитиве без контекста, учите его именно в каких-то таких бытовых моментах. То же самое слово «стол», например. «Я купила новый стол». Вы учите это слово именно вот в таком контексте. Или «у меня в гостиной стоит маленький столик возле двери». Таким образом, вы это слово вы учите намного проще, потому что вы его представили в контексте, оно у вас визуализировалось даже как-то, и вы сможете его употреблять именно в речи, если вы его употребите в контексте, изучая его. Так что слова нужно учить исключительно в контексте, сами заметите, всё запоминается намного лучше. Четвёртый момент, о котором хочу сказать, это такая больная тема для многих, кто изучает иностранный язык не в среде обитания. Отсутствие людей, с кем можно общаться на иностранном языке. То есть язык учится в пассиве, да, мы понимаем грамматику, можем писать, можем читать, но не можем говорить. И вот часто мне задают вопрос, что делать, я не могу говорить, я вроде всё понимаю, не могу разговориться. Ну, номер один, конечно же, вы всегда можете искать себе собеседников, если даже не в вашей стране, хотя в стране, где бы вы ни жили, можно найти всё равно иностранцев. Если это французский язык, вы можете найти французский культурный центр, если это немецкий, идите в Гёте-институт и так далее. Но важный момент того, как разговориться, который зависит исключительно от вас, если вы живёте где-то вообще на горе, да, и у вас нет возможности общаться с людьми, говорите сами с собой. Да, это очень помогает, это важный, важный момент. И не бойтесь и не стесняйтесь говорить сами с собой, как это происходит. Например, утром вы просыпаетесь, делаете какие-то свои домашние дела, рутину и проговариваете в голове то, что вы делаете на иностранном языке. Да, пусть у вас даже будут ошибки, никто не может вас проверить, это правда. Но, пытаясь проговорить вот эти вот моменты, вы себя ловите на том, что, о, я не знаю, как будет, например, одеваться, да, или вот я не знаю, как будет выводить собаку гулять. И когда вы ловите себя на этом, вы ищите эту лексику, вы запоминаете её, да, опять же таки в контексте, да. И это красота, лексика, которая вам нужна, которую вы употребляете в жизни. То есть у вас есть собака, вы её выгуливаете. Значит, это ваше реалие, и вам нужно узнать, как будет выгуливать собаку. Или вы себе представляете какой-то диалог, да, вот мы часто это делаем в голове, вот на родном нашем языке. Вот сейчас я пойду встречусь с кем-то, и вот я ему скажу то-то, а если он мне скажет то, я ему отвечу всё. Вот то же самое проговорите на иностранном языке в вашей голове. Представьте диалог, и вы опять себе словите на том, что в этом диалоге вам не хватает вот знания, спряжения такого-то глагола, либо такого-то времени, либо такого-то слова. И это как раз таки поможет вам выучить быстро вот эти вот слова. Загляните в слова, опять же в контексте это проговорите в голове, и вот так вот вы выучите нужную лексику и разговоритесь сами с собой. И последний момент, о котором хочу сказать, он, конечно же, очевиден, но тем не менее. Не ленитесь искать информацию нужную вам, интересную вам на языке, который вы изучаете. Если, например, вы футбольный фанат, ищите статьи, видео в Ютьюбе и какую-либо информацию вообще в соцсетях, на языке, который вы изучаете. Либо, если вы просто любите смотреть какие-то приколы, скетчи, тоже ищите скетчи на языке, который вы изучаете. Не ленитесь. В основном в Ютьюбе сейчас уже делают субтитры на разные иностранные языки, так что можете смотреть скетчи вместе с субтитрами, читать, выписывать лексику. Это будет интересно именно вам, и когда что-то нам лично интересно, мы это запоминаем с легкостью. То же самое будет со статьями, с книгами. Если вы любите какого-то автора, читайте его на иностранном языке, и абсолютно с любыми жизненными темами, которые лично вам кажутся интересными. Ну, на этом всё. Сегодняшнее видео подошло к концу. Надеюсь, что оно было вам полезно. Если у вас есть ещё какие-то свои такие маленькие хитрости при изучении иностранного языка, то поделитесь ими в комментариях. Буду рада. Ну, увидимся с вами в следующем видео. Да, я сделала маленькую паузу со своими видеоуроками, однако я к ним вернусь, обязательно вернусь. Так что, кто ждёт видеоуроков, тоже обязательно скажите мне об этом в комментариях. Не забудьте поставить лайк. Ну, и до скорого. Ба-ба.